Привет, с вами Кононова Анна, интернет проект Фаберлик Онлайн и в этом видео я вам расскажу, где смотреть раздел «Моя структура». Вот в принципе она и есть. Что нужно сделать? Вы заходите в личный кабинет и в личном кабинете сверху уже есть вот такой раздел «Моя структура». Также он есть вот тут вот по серединке кнопочка. Заходите в раздел «Моя структура». Так, меня выкинуло. Сейчас я обратно зайду. Бывает такое. Так, вот я зашла, значит, в раздел «Моя структура» и сейчас я в него попаду. Да, вот, значит, раздел «Моя структура». Далее я нажимаю «Детальный обзор» по всем консультантам структуры. И если вам нужно посмотреть какую-то отдельную веточку для обзвона, еще для чего-то, то это можно делать прямо из кабинета. Вот, нажимаю «Детальный обзор». Немножко сайт подвисает. Сейчас конец каталога. На сайте очень много народу. Я как раз это видео снимаю для того, чтобы вы могли оповещать свою структуру, могли видеть неоплаченные заказы. Это очень легко. Если у вас не грузится отчет, это не значит, что структуру не надо отрабатывать. Ее надо отрабатывать. И у вас будет очень хороший прирост. То есть все мы пришли зарабатывать через интернет. И мы должны это уметь и учить этому, самое главное, своих новичков. Даже если у вас три человека в структуре, и хотя бы один из них работающий, вы его этому научите. И у вас будет все хорошо. Значит, сейчас перед нами вид отчета первой линии. И люди в моей первой линии. Далее, значит, смотрим компания. Какую вам надо посмотреть компанию. Ну, понятно, что действующую на данный момент я показываю. Тут вы можете найти человека через номер консультанта, если вам нужно, и он в первой линии. Если вам нужно найти человека, который не в первой вашей линии, а где-то в глубине, вы нажимаете отчет «Вся структура». Если вы директор, к примеру, то у вас есть отчет по личной группе и по первой линии, и по всей структуре. Вся структура – это структура полностью всех ваших директоров. Она у вас откроется. Личная группа откроется только ваша личная группа. Я нажимаю отчет «Моя структура». Это распространенная кнопочка до уровня директора. Даже не до уровня директора, а до уровня, пока в вашей структуре не откроется первый директор, у вас будет вся структура только ваша. Итак, я применяю фильтры. То есть вам нужно пока до того, как в вашей структуре открылся директор, вам нужно выбирать раздел «Вся структура». Применяйте фильтры. Все у вас отлично. И вот она, ваша структура вся. На данный момент в моей структуре, так, очень медленно грузится сайт, 36222 человека. И вот они страницы, которые можно листать. То есть тут вы можете, что вы можете делать? Вы можете сортировать людей. Каким образом вы можете сортировать людей? Значит, по номеру консультанта, по фамилии, имя, отчеству. То есть если вы просортируете по фамилии, имя, отчеству, то у вас получится, я так понимаю, все в алфавитном порядке. Я считаю, что эта функция, она не очень-то нужна. Вот, почему не нужна, потому что зачем она вам нужна? Вот, нет, не по фамилии, не по… Так, минутку, я ошиблась. Это, скорее всего, новички, которые пришли только-только в структуру. Давайте с вами посмотрим. Вот «Неудачное время» выбрала для снятия, как вы видите, подвисает. То есть смотрим дату регистрации. Долго грузится, поставлю на паузу. Вот, да, то есть это в структуре моего директора, Пахильчук Дарьи, да, люди. И вот тут вот вы видите дату регистрации, 15.03, да, то есть вот таким вот образом. Все можете увидеть. И вот тут вот уже по алфавиту идет. Ну, не по алфавиту, а тоже, как бы, видите, количество человек не меняется, просто меняется распорядок людей. Далее «Личный объем», да, то есть о чем это говорит. «Личный объем» – это очень удобная кнопочка. Вы можете видеть всех вип-консультантов в этом каталоге, всех людей, которые сделали, допустим, 90 баллов, им чуть-чуть не хватает до 100, чтобы стать випом, чтобы компания под них людей регистрировала, чтобы они забирали привилегии по випу. Всех, у кого 40 баллов, да, то есть вы тоже можете видеть, да, то есть таким вот образом нажимаете, и у вас может быть от большего к меньшему и от нуля до большего, да, то есть люди всякие разные есть в структуре, да. Вот видите, есть люди, которые делают 800, 600 баллов, да, 200, 300 и так далее. То есть это ваши самые такие хорошие люди, да, в структуре, которые реально любят продукт и умеют о нем рассказывать, раз они делают такие хорошие заказы. Далее, групповой объем. Самое больше, самое меньше, да, то есть стремиться к званию у нас тут не это. Смотрим групповой объем, не знаю, что за вито с нулем, без отчества, наверное, надо вот таких людей связываться с ними, и если они не берут трубку, то, скорее всего, удалять, а то прочерк и вито. Ну, бывают такие случаи, когда, вы знаете, когда вы даете реферальные ссылочки, и вот есть такие люди, которые могут таким образом зарегистрироваться к вам. Далее, значит, очень удобно баллы неоплаченных заказов. Очень удобно. Я очень часто смотрю, какие подарки есть в каталоге, рассказываю про неоплаченные баллы, про программу Фаберлик Клуб, да, и вот вы видите неоплаченные баллы в личной структуре людей, да, то есть и всех можете также отрабатывать, 36 тысяч. Далее, значит, вы видите баллы в корзине автозаказа. Очень часто баллы в корзине автозаказа – это люди, которые, как вам даже сказать, это люди, которые могут сделать ошибку. В плане чего? В плане того, что, допустим, они сделали 50 баллов, у них там какая-нибудь кофточка, так, это от малого до велика, сейчас от велика до малого, и у них, допустим, какая-то кофточка упала в автозаказ. Они оплатили заказ, они думают, что они полностью его оплатили, 50 баллов, и не получают объемную скидку, и начинают обижаться и спрашивать, где моя объемная скидка. Так вот, чтобы такого не было, обязательно смотрите баллы в корзине автозаказа автозаказа и личный объем у людей, у которых есть эти баллы. Да, так, ноль. Так, сейчас минутку перезагружу. Не показывает, да? Но бывает, что подвисает, ничего страшного. Вот, но по идее, если вы откроете отдельную веточку, да, вот, к примеру, я открываю личную группу. Личную группу, сейчас я вам все-таки покажу, как это нужно делать, чтобы вы видели корзину автозаказов. Вот, личная группа у меня прогрузилась, и вот, к примеру, я возьму уже вот тут вот корзину автозаказа. Да, вот видите, плохо вообще идет. Может, из-за того, что много вкладок еще открыто. Да, то есть, давайте тут посмотрим. Так, нажимаем. Ну, вот видите, опять прикол чей-то. Ой, кошмар. Каких только людей там не регистрируется. Ну, тут, видите, бывает, подвисает все-таки, да, подвисает. Ну, вот неоплаченные баллы очень хорошо видны. Также вы можете распечатать отчет, и там у вас корзина автозаказа полностью будет отображаться. И вы можете отзвониться этим людям. Очень часто такое бывает, что они сделали 46 баллов, оплатили, и у них там, допустим, 8-5 баллов еще в автозаказе лежат, и они не знают, что их нужно оплатить. Вот это очень важно. Они вам будут благодарны за заботу. Ну, что ж, с вами была Кояна Ванна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Если нужно, я вам проведу вебинар на данную тему. Могу с живыми примерами и так далее. Пишите под видео. То есть, не пишите в чатах, пожалуйста, в чатах огромный поток переписки. Пишите под видео. Если вам это нужно, мы это сделаем.